В Киеве убили советника директора Укрспирта Виктора Панкова. Это произошло утром, когда мужчина шел к своему авто. Стреляли в спину. Стрелок скрылся с места происшествия на Ауди красного цвета. В столице введен план перехвата. Как отметил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, полиция рассматривает все версии. Отличных дофинансовых обязательств не исключают и профессиональную деятельность. Виктор Панков в 2014-м был ИО-директором Укрспирта, а в 2012-м возглавлял госкорпорацию. Количество провокаций в зоне АТО остается на прежнем уровне. Почти полсотни. Среди украинских военных погибших за сутки нет. Раненых трое, сообщают в штабе. Российско-оккупационные войска тяжелую артиллерию почти не применяли. Зато активно использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие. На Донеччине самый высокий градус напряжения остается возле Авдеевки и вблизи Мариуполя. Оживились террористы на Луганском направлении. Там сосредоточились на трех районах. Боевые действия развернулись в Станично-Луганском, Новоядарском и Попаснянском районах. Ночью боевики организовали короткие провокации в Малиновом и Крымском. Утром и вечером обстреливали окрестности Попасной и Станицы Луганской. С 14 до 20 возле Крымского били СБМП гранатометов и минометов. Всего на Луганском направлении зафиксировано 18 обстрелов со стороны врага. Минобороны начинает призыв офицеров запаса, которые не служили в армию. Пойдут срочники до 43 лет, имеющие за плечами военную кафедру и степень бакалавра. После призыва все офицеры обязательно пройдут трехмесячную учебку. Потом их назначат на должности в воинских частях и подразделениях, которые не привлекаются в АТО, объяснили в Генштабе. На передовую военные могут попасть только добровольно и по контракту. Продлится срочная служба 18 месяцев, говорится в указе министра обороны Украины. Передвидится и отстрочка либо по семейным обстоятельствам, либо по состоянию здоровья. Укроборонпром займется производством оружия для НАТО. Украинское предприятие может получить разрешение на участие в тендерах на поставку товаров и услуг, сообщает пресс-центр госпредприятия. Украина стала первой среди восточноевропейских партнеров НАТО, которую внесли в список производителей оборонной продукции. А это говорит о признании в Альянсе возможностей оборонной промышленности нашего государства, отметили в миссии Украины при НАТО. Пятерых российских дипломатов выслали из Молдовы. Правительство страны объявило их персонами нон-грата. Действия властей связывают с делом о шпионаже и измене родине, которое расследует спецслужбы Молдовы. В свою очередь, недружественным жестом и провокацией со стороны правительства назвал высылку дипломатов президент страны Игорь Дадон. По его словам, это возмутительно по отношению к России, которая является стратегическим партнером Молдовы. Российский МИД уже пообещал жесткий ответ со своей стороны. Митинг в Керчи. В аннексированном России и Крыму рабочие Керченского металлургического завода вышли на акцию протеста. Это требует от так называемых властей работу и зарплату. Руководство пообещало запустить цех эмалированной посуды и оставить часть людей на производстве. Однако митингующих возмутило, что рабочих мест на всех не хватит. Раздражение у толпы вызвало и обещание выплатить заработную плату за март. Диалог с краснодарцами ведется. Если нам подпишут, выплатим быстро. Если не подпишут, в пределах полутора месяцев. У вас сколько зарплата? Сколько у меня? 2000 рублей дали. За что мне двух детей задержать? Институт омбудсмена «Адвокат доверия». Такая новая структура появится в Киеве. Будет бороться с коррупцией в органах местной власти. Подобная должность уже существует в ста странах. Украину консультируют немецкие специалисты. Адвоката доверия изберут на конкурсе. Им должен быть независимый эксперт с безукоризненной репутацией. Он будет принимать заявления от граждан и консультировать их. У нас ментально так сложилось, что человек боится обращаться в службу безопасности или в другие правоохранительные органы. Боится, не хочет, потому что нет стопроцентного доверия. Это первое. И второе – будет раскрыто лицо, предоставляющее информацию. А в случае адвоката доверия он получил информацию, отфильтровал ее и гарантирует конфиденциальность источника, предоставившего данные. До конца года в Украине заработает до 50 новых сервисных центров МВД. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, центры будут функционировать во всех областях. После их открытия планируется упрощение бюрократических процедур. Все будет автоматизировано. Кроме того, министр заявил, что миграционная служба установила новый рекорд по выдаче биометрических паспортов. Это 20,5 тысяч документов в день. Огород в городе – цветы, ароматные травы, зелень и овощи для летнего салата, а также экзотические растения. Все это можно встретить на городской мини-ферме, которая расположилась в самом центре Киева. Такие огороды пользуются большой популярностью в Европе. С недавних пор выращивать экологические продукты в стенах собственных квартир начали жители украинских городов. Как превратить обыкновенный балкон в грядку, Тамара Каноненко расскажет. Такой огород можно разбить во дворе, на террасе, на кухне или на балконе. Он станет украшением любого интерьера и незаменимым помощником каждой хозяйки. Возможность есть свежий салат круглый год – одна из причин, по которой жители городов украшают свои квартиры не декоративными цветами, а пестрой зеленью. И даже огурцы с помидорами в квартире многоэтажки растут не хуже, чем на грядке. Но новичкам специалисты советуют начать с чего-нибудь попроще. Можно попробовать пряно-ароматические культуры. Это базилик, это мята с росточков, это может быть петрушка, рукола, все что угодно, все что вы любите употреблять в салатах. Это можно выращивать не только летом сезонно, но и зимой. Городской огород не требует больших затрат и усилий. Все, что нужно – обыкновенная земля, семена и регулярный полив. Например, на киевской ферме установили специальную автоматизированную систему полива. Сейчас полив осуществляется по графику. Один раз рано утром, раз поздно вечером где-то в 9 и контрольный в 12 дня. Удаленный контроль очень важен, потому что люди могут куда-то уехать, и, например, когда пошел дождь, можно отключить функцию полива, и растения не получат лишние влаги. Еще одна интересная особенность системы в том, что каждый ящик получает свою порцию воды. Это достигается за счет ограничения диаметра трубочек. Городская ферма появилась в столице в прошлом году. Группа активистов создала проект при финансовой поддержке киевлян. Сегодня на своем примере они учат огородничеству всех желающих. Первоочередная функция и цель этого пространства – это образовательная площадка. Мы здесь демонстрируем, что и как делать, и, собственно, задумываемся над тем, как, самостоятельно выращивая пищу, можно сократить месячные расходы на жизнь. В ассортименте цветы, ароматные травы, зелень, огурцы, помидоры, а также экзотические растения, такие как фиолетовый картофель, бамбуковый шпинат и спаржа. На самом деле это многолетняя культура, которая дает плоды на второй-третий год, а сейчас, в первый год, она цветет и очень похожа, на самом деле, на украинский укроп. Только в этом году организаторы фирмы собрали уже несколько урожаев, отмечают особенный вкус своих продуктов и их экологичность. Тамара Каноненко, Петр Галко, UATV. Главное концертное событие года. В Киев приезжает легендарный «Стинг». Всемирно известный музыкант и певец выступит в столице Украины 6 октября во Дворце спорта в рамках мирового турне с новым 12-м альбомом, но обещает исполнить и старые хиты. Продажа билетов стартует уже на этой неделе, 2 июня. Последний раз «Стинг» был с концертом в Киеве 6 лет назад. Спасибо, что вам интересно. Украина, UATV есть в фейсбуке и ютюбе. Присоединяйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова